Оставь меня в покое, отец! В покое? Тут речь идёт о твоей жизни! Твоя мать мне башку оторвёт, если с тобой что случится! Нет, здесь речь идёт о моей чести! Мне плевать, что там кому мать оторвёт! Я пойду упражняться! Вот теперь пойдёт на бой... Ах, полера! Можно присесть? Разве я имею право запрещать тебе на свободное место садиться? Право никакого, но тебе, может, не нравится пить в моей компании. А почему это ты хочешь со мной выпить? Давай сначала я тебя угощу, а потом расскажу, в чём дело. Мне всё равно. Грусть заливаешь. Да вот, мой сын решил себя жизни лишить. Он собрался биться с Литанды Авитом по прозвищу Мясник из Цидариса. А значит, он уже труп. Литанды? Это кто такой? Убийца. На войне кругом одни убийцы. Нет. Убивать врагов — это тебе не земляков резать. А Мясник это любит. Он в этом деле лучший. Самый лучший. Что за драка-то? Так ты ничего не знаешь. Мы сидим здесь неделями, ничего не делаем. А Хенсель такого не любит. Вот он и устраивает забавы. А, ты о рыцарских турнирах? Какие турниры? Это же настоящая бойня. После поединков редко кто уходит на своих ногах. Мы как узнали в отряде, что шестая рота выставляет на арену Мясника из Цидариса. Никто не хотел вызываться. Но мы тянули жребий, а выпало Свену. Он не может отказаться? Может. Да не хочет. Гонор у щенка. Я просил, умолял. Да сын мой упрямый. На что труп учесть? А если бы я тебе помог? Зачем спрашиваешь? Я могу на тебя рассчитывать? Если спасешь моего сына, я для тебя что угодно сделаю. Ты сам сказал. Где мне найти Свена? Он тренируется возле столовой. Перед палаткой наемников. Его трудно не заметить. Что ж он в мать не пошел? Почему? Ты, Свен? А кто спрашивает? Тот, кто может спасти твою жизнь. Убирайся. Не строй из себя героя. Откуда ты меня знаешь? Я говорил с твоим отцом. Ха! Он рассказал грустную сказочку про бедного Свена, и ты решил меня спасти? Я не бедный рыцарь, а ты не прекрасная принцесса. Я обещал твоему отцу помочь тебе. Тогда иди и извини за то, что ты его обманул. Если тебя убьют, тебе станет легче? Если я струшу, мне станет хуже. Я не предлагаю тебе бояться. А что тогда? Отправишь мясника со срочным заданием лишить действенности диву Айдирна? Мы будем биться парами, и твоя честь останется незапятнанной, как у двенадцатилетней монашки. Зачем ты мне помогаешь? Я уже сказал, твой отец меня попросил. А ты его послушался, да? Да. Врешь. Какое это имеет значение? Ты говорил с мясником? Я ищу Летанда Авито, по прозвищу Мясник из Цидариса. Че надо? Я хочу сразиться с тобой. Вот чудной. Да все в штаны срут, как только я вынимаю свою колотушку. Говорят, в бою ты равен ведьмакам. Брут. Я лучше. Посмотрим. Придется обождать. У меня уже назначен поединок. Мы можем драться парами. Я вижу, здесь собрался цветка Эдвенского рыцарства. Наверняка найдется желающий составить тебе пару. Я Эдвин Лейстхем по прозвищу Лепесток. Если Летанда позволит, я с радостью встану рядом с ним. А что тебя Лепестком зовут? А зачем мне Хахаль, который только и умеет, что девкам цветки обрывать? Ты оскорбляешь меня. Я получил такое прозвище, потому что втыкают цветы в рот убитым врагам. Если захочешь что-нибудь воткнуть ведьмаку, мы договоримся. Шшш, не так громко. Хенсель бесится. И что? Он согласился? Ага. Урод, да? Каких мало. Готов? Угу. Пошли за ними. Ваше Величество, благородные господа, солдаты! Через минуту на арене померятся силы и славные Летанда Авет, прозванные Мясником Исцедариса, в паре с которым станет добле... ...Лейстхем по прозванию Лепесток. Их противниками будут Свен, не пойми откуда, и Геральт из Ривии, дедьмак. Начинайте, и пусть боги благословят победителей! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Благодарю тебя. Ты спас мою честь. Он башку твою спас, балда. Я теперь рыцарь! Сам король должен меня опоясать мечом. Ты родился в Холиву, где твою мать застали схватки 18 лет назад. И этого ты никак не переменишь. Ведьмак, я же сказал, что ты можешь просить чего хочешь, а мое слово не хуже дворянского. Значит, ты помогал не просто так. Все имеет свою цену. Чего ты хочешь? Мне нужны сведения о людях с квадратными монетами. Отец! Молчи! Зачем тебе это? Я хочу понять, что тут творится. Но это долгая история. У меня есть время. Ну так слушай. Началось все еще перед Бренской Викторией, когда мы Айдирн делили на пару с Нильфами. Стыд был на весь свет. А при чем здесь монеты? Все хотели бить черных, а не брататься с ними. И вот группа офицеров устроила заговор. Знаком были эти монеты. Не знаю, кто все начал, но зерно это упало на хорошую почву и быстро проклюнулось. Потом было бренно, все затихло, заговорщики сами не знали, чего хотят. Но в последнее время они снова встрепенулись. Хенсальд снова якшается с Нильфгардом? Кто его знает? Но посланника ихнего он принял. Заговор ребята устроили только для того, чтобы черные не мешались в наши дела. Ничего больше. Ты много знаешь. У тебя есть монета? Я уже старый. И понимаю, что тот, кто находит власть, теряет сердце. Потому я не стану снимать короны с одних и отдавать другим. Но мой сын еще верит в справедливых монархов. А тебе-то все это зачем? Я не могу сказать. Ты тоже ничего не говори. Слово старого солдата — это тебе не пучок сена, которым гусно подтирают. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Эй. Пойдешь к борделю мадам-король и спросишь свистушку Зосю. Мадам тебя проводит в ее палатку, и когда оставит вас одних, скажешь Зосе, что хочешь, чтобы ее улыбка открыла для тебя врата рая. Ну что, мы в расчете? Да. Ты только берегись Винсена Траута. Может быть, он где-то здесь прячется, вместе с остальными заговорщиками. Он очень опасен. Дэтмальт его ищет. А как найдет, нас всех отправят на плаху. Если эта гнида попадет в руки чародея, то выдаст всех, лишь бы выкрутиться. Я буду осторожен. Траут носит чародейские доспехи. Даже тебе он может оказаться не по зубам.